приветствую вас уважаемые автовладельцы и автолюбители сегодня поговорим про дхуа дневные ходовые огни далеко не у всех автомобилей они есть и вот тут многие начинают колхозить а между тем существует интересное и я бы сказал простое решение жень врубай шарманку вот помнится когда нас заставили ездить днем с огнем многие сразу заметили их машины но просто не предназначены для движения с постоянно включенным ближним светом фар а в одном из выпусков когда мы показывали nissan almero classic нас спросили а чё это вы с дальним светом ездите неужели встречку не слепит отвечаю сразу не слепит а почему об этом чуть позже вот скажите мне вы часто пользуетесь дальним светом я например почти не пользуюсь ну редко разве только поморгать кому и вот тут возникает мысля а не использовать и дальний свет в качестве дхуа ну разумеется немножко его доработав и в результате нашли готовое решение купили вот такой девайс попросту микросхема которая подключается всего-то тремя проводками вопрос куда открываем капот тогда зимой мы используем автоодеяло справа борта алимеры находится блок реле вот сюда и подключили но не будем строить из себя прям таких мега пупер супер электриков для того чтобы узнать куда подключаться зашли на сайт к разработчику в списке автомобилей нашли альмерo classic и получили краткие рекомендации и картинку на которой-то и показано куда сунуть провода обратите внимание какова реализация кончики проводов это облуженная гибкая плетка которая не переломится и так вынимаем реле вставляем провод как на схеме и фиксируем его релюшкой и и никакой пайки врезки делов а реально на пару минут в результате теперь на нашей альмере появились и это я хочу подчеркнуть автоматические дхо мы покатались и связались с разработчиками чтобы задать кое-какие вопросы в результате получили не только ответы на вопросы но и новенькую версию дхо вот ее там и подключим квазовской десятки а с вазиком оказалось еще проще даже капот открывать не надо также зашли на сайт к разработчику посмотрели куда ткнуть три провода на ладе десятого семейства ну начнем открываем блок предохранителей вынимаем коричневый на 7 с ампер да да на десятки даже реле трогать не надо вставляем синий провод в указанную ножку и предохранитель на место теперь вынимаем красный на 10 ампер и подключаем черный провод и последний красный проводок прижмем зеленым предохранителем на 30 ампер саму микросхему можно положить у защелки как рекомендует разработчик но мы прячем внутрь и закрываем крышку парочка минут и на нашем вазике тоже появились еще раз подчеркну автоматически дхо то есть не надо ничего включать выключать все происходит само и так после пуска двигателя дхо плавно включаются это хорошо продлить срок службы лампом а если мотор заглушить то дхо также плавно гаснут и вот теперь на примере десятки альмеры дадим ответы на некоторые вопросы почему же дальний свет не слепит да все просто лампы работают не в полную силу конкретно на наших машинах всего лишь на 30 процентов от номинала более того есть регулировки вот такие две кнопки одна изменяет напряжение указано буквой n а вторая под буквой я как раз и регулирует яркость попробуем краткое нажатие повышает яркость а длительное понижает а зеленый светодиод подсказывает что нажатие произошло примечательно что изменяется яркость не только в фарах но и на контрольной синей лампе на щитке приборов регулировка идет с шагом в пять процентов той самой тусклой света до всего лишь 15 процентов от номинала а самый яркий 45 получается что лампа будет работать всего лишь в пол сила мы оставляем базовые настройки в 30 процентов и даже если я выпучу глаза и посмотрю в упор на фару не слепит но то на альмере а вот на десятки новая версия дхо и здесь регулировка яркости с шагом в 10 процентов при том задрать ее можно от 20 и вплоть аж до 80 процентов от номинала но понятно что на дальнем свете 80 процентов это перебор и так делать не следует будет слепить тогда для чего же это сделано один из вопросов которые мы задавали разработчикам неужели вот так просто подключить ну прям на любую машину оказалось есть такие на которые подключать непросто ну например toyota land cruiser 120 к вот тут и появилась в результате этого новая версия дхо для тех машин на которые к дальнему свету подключиться тяжко подключаемся к ближнему понижаем яркость и будем экономить на лампах вообще мы считаем что сжечь ближний свет фар днем на полную катушку это расточительство а тем более мы любим ставить лампы с повышенной светоотдачей они дают не только больше света но к сожалению живут меньше и при этом существенно дороже обычных галогенок поэтому политик днем попросту жалко зато теперь во первых используем лампы дальнего света а во вторых они работают щадящим режиме даже при включении и выключении и вот здесь следует показать эту лампу слышали про нее она работает уже внимание более 100 лет и снова внимание ее никогда не выключали и светит она тускло и это две из других причин столь долгой жизни кстати это сайт с веб-камерой можно зайти и убедиться что до сих пор не перегорела так что надеемся лампы дальнего света мы менять совсем не будем так как работают они на 30 процентов от номинала ну а то что будем экономить на лампах ближнего света это уж точно кстати у многих машина не частенько перегорают это как говорится родовая болячка конечно у пониженной яркости есть небольшой недостаток свет желтый этот вопрос мы задавали разработчикам и они посоветовали поставить лампы с синими колбами получается приятный белый свет вот сравните в 2110 галогенки с прозрачной колбой а вольмери синий а впрочем это дело вкуса кому-то нравится желтая кому-то белый свет следующий вопрос а что стало с дальним да ничего все как было так и осталось можно моргать можно включать в общем используем дальний и по прямому назначению другой вопрос а для чего нужны провода в комплекте а на плате четыре дополнительных пина да могут понадобиться вот в качестве примера вазик когда смотрим на сайте рекомендации то на десятом семействе вазов отмечается слабость генератора ну и конечно же на нашей машине эта слабость проявилась и так пустили двигатель засветились дхо но далее я включаю магнитолу печку на полную обогрев заднего стекла и дхо гаснут потому что напряжение просела и поступил сигнал на выключение вот тут-то нам и пригодится кнопка регулировка напряжения включения дхо понижаем его с шагом в две десятки по умолчанию эту цифру 13 и 4 мы сделали 13 вольт ровно однако понижение напряжения не всегда лучший выход так как после того как мы заглушим мотор дхо могут долго не выключаться но скажем секунд 40 как бы и не критично но разработчик в таком случае рекомендует повысить напряжение опа замкнутый круг мы же его только что понизили нам повышать нельзя так как генератор слаб но не менять же гену вот тут и помогут те самые пины это колодка запрещающих сигналов 2 на минус 2 на плюс берем провод суем в минусовой пин а второй его конец кидаем на датчик давления масла вот вам запрет по минусу и проблема слабости генератора исключена дхо работают как положено кстати на альмере мы кинули дополнительный провод вот на эту кнопку чтобы иметь возможность быстро включить выключить дхо вручную нет выключение предусмотрено разработчиками надо три раза подряд включить выключить ближний свет но согласитесь нажать один раз на кнопку удобнее а еще можно подвести проводок кнопки ручника поднял ручку дхо погасли опустил загорелись в общем простор для деятельности что же в итоге мы пробовали разные варианты дхо например на лачете в качестве дневных ходовых использовали противотуманки за что некоторые зрители нас поругивали притом необоснованно на тойоту королу монтировали светодиоды но данный вариант пока приглянулся больше всех нет еще конечно поездим потестируем притом на разных машинах вот в ближайшее время установим еще и на шевроле авиа конечно же предвижу еще один вопрос она мою ласточку подойдет у меня большая 39 заходите на сайт к разработчику здесь огромный список машин немецкие французские японские праворульки на которые уже подключили но если вдруг не находите свою то пишите напрямую разработчику помогут это в их интересах расширять данный список на сегодня все ставьте оценки и увидимся же вырубай шарманку и Субтитры сделал DimaTorzok